И снова всем привет! С вами Андрей Гудвин. Сейчас мы проходим мануальные техники для ног. Например, в случае, когда мы обнаружили, что нога короче. Вот видите, допустим, вот эта вот выше, а вот эта косточка ниже. Видите, целый сантиметр. Это, соответственно, как правило, либо бедро туда ушло, в смысле тазовая кость ушла, либо потянулось бедро, то есть вот укороченные мышцы, да. Для этого, видите, тем более она отваливается больше, значит, точно таз туда ушел. Значит, берем за стопы, такой очень интересный приемчик, подтягиваем, в свою тазовую кость упираемся вот так вот, предупреждаем, чтобы нога была прямая, а эту ногу за стопу берем и вытягиваем. Прикольно. Корпус на себя. То есть таз она толкает туда, а эту сюда. Заодно и тазовую кость в итоге тянется туда, а эту сюда. И здесь, если приложите руку, вот сам приложи сюда руку. Почувствуешь, как она будет это оттягиваться. И колено тянется, и стопа тянется. Чувствуешь, да? Вот потянули, подготовили. Теперь тоже мышцы вокруг бедра их много, вот если все надо расслабить. Берем их вот, тянем вот так вот, скручиваем и там всякие делаем. Потом, вот так вот, на себя. Смотрите, вот так вот, это я бедренную кость толкаю вниз, да? Вот так вот, довернул, то есть примерно от пупка на расстоянии ладони, вот отсюда висает колено. И в мою сторону, направление. Это крестцово-воздошное осуществление уже. КПС. Вот так тянем. Теперь вот, где примерно солнце склетения, толкаем вот туда ногу, вот с таким качком. Это у нас пояснично-крестцовое осуществление уже. Можно помочь себе заседающему кости немножко так раз. Подтолкнуть, вытянуть его туда. Теперь берем вот так, на скручивание в эту сторону. На скручивание в эту сторону. А здесь во что мы опираемся? В мышцу поднимающую, ну вот сухожилие крепится. Она тоже может щелкнуться, это сухожилие. То есть сухожилие тянем на себя, а стопу, то есть прямой угол везде. Везде изначально прямой угол соблюдаем, да? А стопу в эту сторону. И вот об свой живот, об свою грудноклетку, вот так вот мы их растягиваем. Так, у нас все растяжка, конечно, слабенький, вот туда тянется. Тянем вот в бок. Отпускай, 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 отпускай. И тянем здесь. Ну, у здорового человека должна ложиться колено, нога здесь и здесь. Должна, по идее, касаться стола. И здесь должна касаться стола. Вот подтянули. И в ту сторону. Подтянули. В общем, получается во все стороны, да? Еще один такой приемчик. Клади коленку на коленку. Уперлись тут в берцовую кость, а здесь в тазовую. Ну, вдруг относительно другого вытягиваем. Мягко беритесь. Тянется? Да, очень круто. Вот, во все стороны потянули. Ну, теперь можно проводить приемчик. В тазовую кость уперлись, здесь в коленку. Ну, как это сказать. Скучали, скучали, толкнули. Теперь само бедро задергиваем. Здесь ногами зажали, да? И вот так. Первый прием. Второй прием. Вот так зажали плотно бедро. Это если колено больное, да? Мы колено не трогаем, забедренную кость. Если колено здоровое, то вот за вот эту можно. Так, рычаг такой вот. Потом расшатали, расшатали. Стол держим. Уперлись. Стол, да? И все ногу выдерживаем. Не двигайся. Аппарат. Несколько раз можно удерживать. То есть, первое получилось, да? То есть, хватаю. Я за голень, видите? Не вот здесь удержусь, а вот перехватываю. Это я просто держу, чтобы его расшатать. Помогаем. Помогаем. Раз. Ты такой встряхнулся и выдергиваем. Далее выдергиваем за пятку и за стопу. Раз. Под таким углом. Под таким углом. Вот. Под таким углом. С подворотом как бы. Чтобы устранить его, вот эту развернутость. Развернутость туда. Ловись обратно. Еще чуть-чуть. Стопу вот так под прямым углом опять кладем. Иди за пальцы туда, а тут пятку в обратную сторону. И вот сюда. О, ну тут все вообще не ложится. Угу.